дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейген life сегодня вторник 2 августа время 22 00 и мы проводим очередной стрим день 160 с алексеем арестовичем алексей рады приветствовать добрый вечер нас уже больше 80 тысяч смотрит больше 12000 поставил лайки как обычно одна и та же просьба раз на разом все эти 160 дней если мы хотим чтобы нас поставил как можно больше ссылки на это эфир размещайте в своих аккаунтах социальных сетях и группах вас ждет сегодня в конце эфира масса новостей весьма ободряющих ну и в течение всего эфира мы узнаем их от алексея арестовича поэтому не поскупитесь ссылками делитесь со всеми своими подписчиками социальных сетях мы конечно подписывайтесь на канал фейген life вот и на канал алексея арестовича для этого нужно пройти по ссылке его имени в описании к этому видео ну и то же самое нажать там подписку ну что тогда начнем с общего обзора что за сутки произошло такого судьбоносного на фронтах могу сразу назвать две самые горячие точки так это проект уже показываем да это надо смотреть в район южнее бахмута там где сейчас покажу откуда готовилась это секунду у меня тут тормозит интернет ну то есть мы смотрим да когда макадема травне вы голодоса вот там вот достаточно сложно ну как достаточно сложно надо правильно понимать брак сконцентрировал там противник сконцентрировал силы и средства концентрация силы средств это такая штука когда ну и пофиг какая у тебя мотивация насколько ты крутой спецназа здесь потому что 152 миллиметровому снаряду до задницы на кто-то он гарантированно до решает вопрос и не просто там нашим ребятам приходится но они стоят как это лишний раз показываю что такое украинская пехота понятно что все то же самое харьковской области все то же самое на изюмском направлении то же самое на северском северском но вот концентрация произошла на южнее бахмата и на песке произошла концентрация или скажем так в общем направлении противник действует сосредоточил усилия и резервы в общем направлении от донецка на песке опытная спартак вот туда вот и спартак уже за ними как бы тоже не просто приходится нашим хлопцам хотя распоряжение командования направлении командования сектором назовем это по старинке достаточно силы средств чтобы там противнику немного сделать плохо и вот сейчас подскочила наша помощь и начинает равнять там ответ намерение врага намерение противника но сутки двое там было весьма непросто нашим ребятам за счет привык концентрации превосходящих сил противника особенно в артиллерии вопросе артиллерии ничего там подскочила помощь она сейчас немножко все поправит вот это было две таких горячих точки которые заставили вспомнить старые времена времен наверное середины мая когда нас выносили артиллерии мы особо нечего было противопоставить сейчас времена другие но надо понимать что на 1300 километров он то невозможно все предугадать невозможно проследить все концентрации противника невозможно всегда угадывать направление его сосредоточение усилий быть одинаково сильными во всех местах могу для тех кто волнуется подсказать что помощь подошла и как бы там сейчас немножко исправит в нашу пульс слава тем кто держится и вечная память погибших так на юг перейдем юг херсонщина там наши наши средства продолжают это отрабатывать российские наверное российские российских войск головой обеспечением первую очередь склады с боеприпасами с техникой места концентрации личного состава топлива командные пункты и так далее несколько накрытий в сутки это норма 34 накрытие это стандартная ситуация не только на этом направлении но здесь здесь том числе приходится новая данная о том погибшим эшелоне которые накрыли там по самым скромным оценкам 80 погибших более 200 ранен российских военнослужащих но реально сейчас по предварительным оценкам выходит намного больше потому что нашел он 40 вагонов уничтожено практически полностью а кроме того там было кроме прибывшего эшелона еще были войска на месте располагались их тоже накрыло так что как видим война процесс двусторонний когда нас когда мы вот российское командование продолжают перебрасывать силы и средства на херсонское направление готовится к этому самому наступлению там героическому ну в принципе вот общая обстановка такая на фронте она на харьковском направлении что-то менялась на харьковском нет то же самое они пытаются атаковать бьют мы бьем в ответ по городу пытались двигаться этом направлении тяжков не вышло там идет тактические действия сторон малыми группами пытаясь наводить друг на друга артиллерия выкатывается бронетехника танки постреливают опять же это называется кошмаре на военном языке то есть постоянно причиняется мелкие пытаться применять причинять мелкие неприятности в надежде привести их крупные неприятности это делают обе стороны потому что противника нельзя оставлять в покое передний край всегда должен быть обеспокоен всегда быть боевом напряжении для этого мелкие группы действуют когда артиллерию на велико то танчики выкатились постреляли это делают обе стороны и авиацию применяют обе стороны и это кстати это состояние на большинстве из участков фронта вот на тысячах этих 300 километров от харькова до херсона есть только три места даже сейчас два места активных боевых действий это вот направление на бахмут бахмут даже север спас ты уже направлен на северс хотя конечно для как это сказать что там совсем остыла нельзя но такие концентрации усилия основных за эти двое суток это южнее бахмута и это вот пески условно да во всех остальных местах это тактические действия то тоже тактически но без концентрации сил и средств а здесь там при попытке перевести в оперативно-тактические а у нас таких местах тактические вот такого рода кто кого за кошмар и продолжается переброска сил и средств на мелитопольское направление в глубине группировки которая обороняется не наступает обороняется российская на запорожском направлении что там мы поддавливаем на самом деле глубине но где-то в районе так мака и около этого концентрируется российские ресурсы небольшие пока речь идет там пяти семи бтг размазанных в разные стороны и продолжается концентрация на херсонском направлении где точно такие же перестрелки где наши тоже поддавливают чуть-чуть где наши даже расширяют немножко плацдарм на берегу который они завоевали чуть-чуть южнее давидова брода но то есть сказать что за сутки с которым мы общались произошли радикальные перемены нет мы отметили два места где российская сторона конце концентрирует но посмотрим что будет через сутки и как каковы будут результаты этих мер которые приняла наши командование в этой ситуации с этим мы более-менее разобрались но в целом ты считаешь планы как это выглядит москвы не меняются они собираются все-таки перед из латыру на юг вот это значительную часть ну относительно значительную часть личного состава техники все-таки двинуться в наступление ну они не говорил еще раз повторюсь у них степень готовности 6 8 а дальше это не значит что они в следующий день пойдут или в этот это не могут еще несколько дней отложить могут не отложить мы посмотрим мы готовы готовимся поэтому мы будем встречать так нас смотрит 302 тысячи больше 80 тысяч поставили лайки значит и мы в эфире около 9 минут давай вот сейчас все-таки проанализируем уже ну скажем промежуточные итоги того что мы обсуждали относительно вчера обсуждали визита нэнси пелоси в тайбэй она уже прилетела уже сейчас там темно она встречается с ну да встречается с представителями власти в тайване и самое удивительное но для нас не удивительно мы это прогнозируем я вот в своих эфирах ты вчера об этом говорил что китай в общем ну как объявил учения вызвал посла американского и общая атмосфера оценки это ну типа китай в общем дал заднюю и в принципе не проявил себя во всяком случае как как заявлял да что незапустимые все такое приводил в боевую готовность вооружения личный состав чуть ли не баллистический ракет но как мы и прогнозировали не на обострение которое привело бы к непоправимым последствиям они не пошли но на мой взгляд совершенно правильно и это очень соответствует китаю вот в данном случае все эти разговоры про потерю лица это сторонние такие досужие рассуждения как бы китаю вот это вот эскалация в такой степени совершенно же моя оценка прежняя я считаю что они о чем-то договорились с байденом с которым си цзинь пин два дня назад беседовал два с лишним часа вот китай продолжает изображать символическое возмущение применением там с используя военной силы без непосредственного вовлечения в войну но в целом они получат какого-то отступного носят в случае так действуют разумные дальновидные политики думаю американский истеблишмент это понимает и доводить до предела не собирался что-то даст домен вот ты как это оцениваешь это первое и второе действительно ли у этого был интерес страны москвы сейчас уже можно это анализируйте не должна башни да ты сказал кто вчера мискал я уже все запутался вроде бы как они типа мы мы все китайцы или что-то это мы все горит китайцы все русские до китайцы это это кстати да там он рассматривает прогноз тут вопрос о чем что ну серьезно невозможно было надеяться что китай насчет третью мировую войну это только кому очень хотя кому скучно украинская война стала же очень хотел чтобы еще полыхнула там во всем мире наконец-то можно было новости было читать еще в два раза интерес насчет договоренности я не очень верю знаешь почему потому что недолгий опыт в политике показывает что договориться невозможно нет зря там много спорных вопросов можно что-то пообещать а там долго начинают торговые соглашения заканчиваем много чем да но выполнены вот вопрос политика обещать не жениться так вот я же чем и говорю поэтому мне мне кажется честно говоря что ну так это все игры в преддвериях ноябрьских выборов соединенных штатов соединенных штатов и поездка и поездка демократам нужно срочно что-то что покажет им что не не место не только республиканцами жив этот самый жив человек да и как сказать мне кажется мне конце все-таки продавили продавили как вот буквально продавили взяли взяли нагласили на тайвань вопреки все продавили корпусом да как старая добрая америка как продавали 48 году воздушный мост берлин хотя сталин грозился что я всех собью не покажу и так далее самолеты садить просто такая на миг сдернули шторку и мы увидели старую старую добрую америку которая не боялась никого никогда и и как это и с открытым забравом шла всегда навстречу любом неприятности достигала сегодня серьезно начали демократы в америке поэтому и проводили поэтому я скажу так что они стоят одни друга других здесь на меня пахнула вот старая добрая всего сегодня вот которая была вот я представляю сейчас был властью труман там или даже кеннеди да ты чё там полетели из путина выдели рейган там да из путина сделали отбивную давно уже вопрос тогда если съели с перцем и соль поэтому да но вот 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 так вот вот как бы не побоялись да села полосину там во первых не все еще закончено там какие-то маневры там еще это так не бывает понимаешь она уже уедет они все будут что-то изображать но кроме того там же вылет еще есть они обещали сбить ее на посадке не не сбили значит есть еще вылет возможно попытаются отомстить след каким-то образом ну понятно сбивать не будут но там что-то когда попыхтят там опасно поманеврируют и так далее и так далее чем это все хорошо тем что америка показала кто в доме хозяин все еще на земном шаре что сколько было разговоров что страшный китай вот уже локальное превосходство еще чуть-чуть и полное превосходство и так далее когда поставили ситуацию в условиях ну применяйте военную силу вы же обещали применить куда или применять это сразу все все стало на местах и все все еще надувание еще сразу прекратилось и есть такое огрызание типа вот ну вы знаете да мы это не дружественные акты мы хотели бы чтобы вы так больше себя не вели и на всякий случай поплаваем кораблями по полетаем самолетом ну всем все понятно особенно азиатским союзникам стало понятно что можно как это по-прежнему полагаться на современное что-то все еще никто из давайте собирается ну ты знаешь что мне во всем этом радует мне нравится мне радует общая активность от косово до до тайвань потому что у герберта уэллса есть такая хорошая книга названием не символическая когда спящий проснется чем больше такой активности тем больше спящие проснуться на западе люди которые еще надеются что это недоразумение крупнейшая континентальная война в европе после второй мировой что-то недоразумение что удастся договориться что политика политика а бизнес бизнесом что рано или поздно путин успокоиться вот эти товарищи типа трампа который заявляет то делов то надо было крым сдать и все и вас бы не трогали как бы да да и все как бы все трезвее станут оценки политиков и соответственно есть надежда что станут оценки их действия более трезвыми после это сюда западу к на мой взгляд и миру давно пара хара хорошая встряска вот честно слишком много иллюзий слишком много самообмана накрутили и этим же самообманом пользовались такие товарищи как как саддам такие товарищи как ввх такие товарищи как наша любимая коммунистическая партия китая которая например держит уйгуров заложник когда на 250 миллионов человек на секундочку эксперименты ставят на них вот им как-то надо дать понять что в мире все-таки есть большие хорошие парни которые если уже совсем совсем дойдет до этого самая они разберутся и вот сегодня мы увидели этих больших хороших парней нагло пассажирским самолетом несмотря на все предупреждения второй мощи какая на то первая армия мира или какая она там и так далее это далее проломили до кем китайцы все называют просто проломили в тупую да вот все это сели и сказали на тебя выкусили выкусите ребятами я кстати прогнозирую что они привезут там на подводной лодке на какой-нибудь что не такое которое нельзя сбить там как-то они даже не стали за ну самолет согласись на самолет мишень лучше нэнси пола да безусловно но нэнси помнит еще в свои юные года она и она еще помнит да что такое старая добро холодная война когда американцы никогда не отступали и перли буром вообще на все что движется вот поэтому вот как бы показала как это бывает как это может быть они же они же ликвидировали лидера аль-кайды еще вдобавок так но это такая мелочь на вдаль аль завахире они коптил на сказать заметьте они в кабуле ликвидируют там штаб-квартира официальная была аль-кайды и таскать они его накрыли тут такое комбо далее понимаешь комбо смотри теперь россии вот там не унималась пропаганда ну весь набор начиная мы с китайцами братья навек мы родственные народы и будем плечом к плечу и так далее грубая провокация наш лавров летит в мьянму мьянму ты заметь совершенно дичи дикий режим но не дичей чем московский кстати почти стою вот там военные власти и значит до вплоть до того что ну вот там сейчас все плыхнет а мы значит погреем руки как говорится из украины быстро расправить тоже будет не до нее мы вчера это обсуждали ты сказал что все это очень наивно одно на другое что у американской доктрины вполне предусматривает войну на два фронта и хоть на 10 ну там можно с какими-то там условностями это допустить но так или иначе а вот в худшую сторону для москвы это повлияет или нет конечно это уже повлияло худшую сторону значительная часть российской пропаганда мышь помнишь эти говорю про это расследование для не расследование исследования кремля для к для кремля соцопрос который задача которая была установить истинный уровень и мотивацию самой главной поддержки путина режима путина и вот этой войны в россии так вот там любопытная история те кто не поддерживал режим путина считал его преступным считал что китай противник россии скорее те кто поддерживал считал что китай союзник россии и мифология же на самом деле строилась так ну ладно мы признавали даже самые отчаянные подряды ладно мы понятно что нам тягаться сложновато ну уж китай это себя покажет американцы же за сутки то и вот когда дойдет до истинного столкновения с китаем они дадут заднюю и мы по как следует посмеемся вытрем ботинки об американский флаг смачно харкни в портрет байдена да и чего-нибудь и покажем факи проезжай подудим мимо американского посольства москве и еще какую-нибудь площадь переименуем потому что в столкновении с настоящей брутальной пасконной старой силой этот выродившийся лгбт запад конечно же не потянет нет американцы когда-то но сейчас уже нет понятное дело куда там а затем же не явно стояла мы потом как бы мы играя в унисон или грозя у него не сон войной ски вернее объединением с китаем поставим всех на место уже погодите придет наш час и подмигивая объясняли нам что что помните олимпиаду путин же договорился накануне все давно решено все идет по плану все цели операции будет выполнены и за нами стоит могучий китай ах эти стратегии ах эти великие люди которые не остановятся перед чем ах это вторая да нет что вы первая экономика мира да они сейчас да у них никаких западных сантиментов да они там надо самый старый рыцарь и консерваторы железно уникальная дисциплина сейчас они как покажут и шо вот дошло до реального причем как же не дошло не дошло американцы довели они абсолютно нагло брутально и конкретно создали ситуацию тоже не случайно произошло искали мы летим в официально уведомляем мы летим туда дома летит заметь и это дама имеет намерение сесть там где она хочет и переговорить там где она хочет причем в честь американцев накануне заявили что мы считаем тайвань территории китая они отриона сама об этом заявила тоже что нет никак это же очень точная позиция они же говорят что да это территория китая как гонконг территории китая был для быть для британцев просто вы же хотите там немножко их там порепрессировать пока вы не на не начнете нормально их интегрировать мы мы будем стоять на защите чтобы всех репрессируемых чтобы их не репрессировали поддерживает тайвань как союзника хотя считаем да конечно это это кита это древний безусловный китае там 1 1 государство все дела но просто вы хотите перерезать когда вы его возьмете на а мы не а мы не хотим до этого допустить вот и все поэтому защищали будем защищать все вопросы предложения в стен газету пишите и я конечно сегодня был в восторге такой подарок к нему рождения мне сделали не надо раньше не было все равно там же разница в че разница в часовых поясах потому что ну вот приятно когда вот на всех этих гавкающих там товарищи которые скажут уже мы сейчас покажем этому слабому безвольному западу или тому слабому это к волому миру который как бледная спироги это извиваясь в огне наших страстей там да посползает в пропасть вылетает женщина на самолете и говорит вы знаете я куда хочу туда и полечу дамский каприз я вот как бы мне захотелось я сяду и сел и шоу учения не намерен применять ядерное оружие первым кстати вот я извини перебиваю слава департамента мид кнр то есть они уже заявили что никакого применения ядерного оружия это же еще не все сейчас же про это на каком фоне все происходит идут переговоры во главе с генсеком он на тему полного ядерного разоружения или ограничения вооружения и американцы и россиянам и китайцам вернее кремлю и пекину предложили что давайте сократим еще ядерное оружие поставим под контроль там масса движения происходит я не в последнюю очередь считаю что этот визит еще связан с этими переговорами вот они показали мини карибский кризис и перспективу поэтому серьез хотите вот вот из-за таких вещей например начинать ядерного нет давайте давайте ставить под контроль создавать механизмы контроль еще такое такое плечо может быть во всей этой истории дополнительно но во всяком случае во всяком случае я вдобавок в догонку скажу что кадыров он на в своей манере он же как бы с ним все понятно он заявил о том что посмотрим буквально через 15 до посадки самолета какая страна является сверхдержавой он ты наверное писал в расчете что дадут задние имена американцы и китайцы что-то сделать в расчете же именно на это но вот-вот сейчас китайцы ну так а что же теперь надо скала надо говорить б ну вот оказывается американцы шашки он же там попытался потом сказать то это там бабушка тогда кто комон нужна и все такое прочь это вот это вот я не любитель словосочетания токсичная маскулинность но надо рогульная маскулинность да это скорее вот это вот когда они пытаются вот играть вот в это вот примитивнейший такой очень такой и провинциальный мачизм на уровне знаешь этого самого там я не знаю тусовки возле сельской почты на там как это мне я расскажу не тут прошел мне все что что-то не напоминает да если они тут когда значит все сельская площадь его водонапорная башня отделение полиции значит там почта и все остальное и пацаны стоят на верховинах газуют на мотоцикл и подъезжает это украинская анекдота подъезжает хлопец тоже на верховине такой все ночь привет 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 мы колобов то не а ну пока 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 в два раза более приятно что это было дома всем всем этим китайским российским матчу утерла нос просто по долам на поэтому маленькими соплемами да ну вот смотри продолжается наш любимчик медведев он значит не знаю видел ты или нет в три порции выдавал сообщение да он но просто мне многие спрашиваю я вот честно я не видел в этом новости но с другой стороны ведь действительно тут мне привели в пример недавнее интервью одному из российских интервью еров харири такой известный философ израильские значит перевал да 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 и он значит заявил что при том что я так в общем конечно читал его книжку но мы с такой заявил что вот зря вот вы не слушаете что говорят московские политики когда он обсуждал войну в украине их надо слушать потому что то что они говорят они реально в это верят и выражают собственно говоря свои намерения и же их не скрывают просто вот у нас не принято говорят они соответствуют они буквально говорят правду даю заметил некоторые стоишь говорил нам это еще несколько месяцев назад что их надо слушать то есть он написал про то что все это как бы ну все читали наверное в к снесенной посту но сначала выложил потом видно кто-то ему да сказал убирай а вот я думаю что это даже на уровне войны произошло который сказал ну вот у нас там кто-то увидел там кремле и давать дурака не валяй там и так далее вот ну может быть патрушев не знаю но он снёс и пост потому что он был про казахстан что следующее мишень это собственно говоря северный казахстан вообще казахстан нет такого государства есть тот набор который мы погрузили нет ничего нет ничего нет вообще никого нет есть только мы и все должны вернуться туда куда я сказал и он как бы так сказать финализировал финализировал тем что он в конце концов снес этот пост вот уж не знаю тут всегда в телеграм-каналах расскажу после этого его правда или нет дело в том что медведев это вообще распад личности тут как бы все понятно же жена не просто так не уходит данную все 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 вот эти вот посты и прочь ну вот и трусы кельвин кляйн натянутая под рубашкой подмышку это знаменито фото наилучшим наилучшим образом его характеризуют как будто кто-то очень кто-то очень удачно садов и боксера бы надела только кельвин кляйн и ваше вот это вот чувак который пытается натянуть спортивные трусы до тогда подмышек понимаешь нашу бы чтобы чуть чуть больше даться и провалился ты зря у них провалился до ну вот распад распад личности пытался натянуть и провалился распад личности это с точки зрения анализа происходящих событий позитивная вещь потому что он шо шо у трезвого на уме то у медведева на языке он просто написал то что они действительно думают они действительно так думают это же не секрет абсолютно они из этого исходят исходят что надо восстанавливать старую добрую российскую империю ссср все что угодно неважно вывозить но и шоу казахстан и все эти украины и прочие армении там азербайджан они имеют и беларусь и тем более не имеют права на существование просто не имеют почему же кровь проливали мы за них мы тут вот значит исторически завоёвано до все дела китежград как катехон и и прочее все эти стали стали николай второй и вот с ними мы имеем дело ровно так их и надо понимать и ровно так не нужно относиться ты понимаешь здесь ведь интересно в этом и перекидывание мостика на украину и войну казахстан долго ведь терпит и казахстан в этой ситуации но ведет так себя ведет какова вероятность что ну как я уже спрашивал риторические приезда такая в киев ты же понимаешь какой то будет удар вообще невероятно что такая заедет скажет президенты просто так не ездить для символической поддержки это маловато а для для демонстрации тоже странно они поедут только если будет сформирована политика определенная президент и я думаю что запад можем попросить но в казахстане сильно очень китайское влияние и так вот такого рода демарш для китайцев осторожно такая вряд ли предпримет не потому что он зависит потому что он просто слишком разумная политика казахстан полностью поддерживает украину здесь нет никаких сомнений я делал интервью с казахским блогером не пишут из казахстана очень много и вообще есть интенсивное взаимодействие и мы просто знаем насколько люди поддерживают гуманитарку собирать и так далее и так далее но и мы знаем риторику казахов в отношении вот этих угроз они и кадырову отвечали там и медведеву отвечали всем остальным что не надо не надо путать казахи народ такой шоу голову отшибут момент момент моментально всем этим товарищем зазихающим да на эти самые на интересы казахстана надо помнить что время за казахов и они за нас а визит президенты все-таки ездят под под сумму соглашений которые готовы уже на 95 процентов оговариваться это детали там и подписывай и подписываются эти подписываются соглашение вот когда такое будет готово тогда да но даже вот сейчас быстро мысленно пробежать по совместно китая вернее украина казахским отношением что мы еще можем подписать чего мы еще можем достичь сфере это все-таки соглашение которое надо готовить у нас достаточно хорошие отношения чтобы был прорыв какой-то а президенты обычно любят подписываться под прорывами это надо готовиться это 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 так просто не приедешь для символической поддержки но если будут если из нас кремля будет доставать я думаю что чем черт не шутит может последовать тот или иной символический жест то есть такая покажет свои отношения к теме он уже показал знаешь ли на петербургском форуме сказать лицо что мы поддерживаем территориальную целостность украины что может быть больше ну разве что да действительно визит киев почему нет теперь ну тут уже прокомментировал визит есть я все правильно понял си дзиньпин а вот ну в стилистике значит победа коммунистической партии и не забудем не прости у него же там выборы выборы и образный выбор его фракция говорят китаеведы подвешенном состоянии и вполне может произойти какое-то внутреннее смещение так вот у меня вопрос не для того ли американцы устроили чтобы произошло внутреннее смещение на более вменяемую партию интересно интересно у них там какой-то прогрессивный премьер-министр который как раз таки за экономическое сотрудничество и нужно провокации для того чтобы подтолкнуть определенные партии ход партии направить нужно в китайском карточном домике в нужном направлении так теперь еще тема мы 30 почти три минуты в эфире 436 тысяч 437 нас смотрят и больше 140 тысяч поставили лайки сегодня американцы смотри какое совпадение ввели станции ну то есть как-то чуть с отложенным отложено это выглядел ног с какой-то синхронизации ввели против кабаевой значит значит гражданской сожительницы путина или жены там ну как ему понравится знаем о чем речь и против пяти миллиардеров олигархов ну там рашников гуриев мельничек пумпянский да значит сколково фон сколково детище в том числе медведево вот то есть и по моему я так понял против членов федерации поправьте меня я просто весь день мотался поэтому могу каких-то упустите то есть давай так спросим насколько интенсивно идет работа санкционная которая приводит к в том числе введения американцев и санкции которые ведет комиссии ермак макфол и если здесь рука банковой да безусловно есть рука банкова недавно читались 60 процентах выполненных санкций намеченных персонально там тоже очень идет очень чуть-чуть точечно работают по попыткам обхода санкций сейчас основа основные усилия сосредоточены на этому только с утра мы с андрей бричи на эту землю говорили по поводу возможностям подхода вот он на для него это дело части для него это личное дело и он совсем чистым с расстановкой да даже долюри рода самых до самых печенок вот хочет достать делать за очень тщательно занимается вот а чек с азартом это делает по нему по нему видно поэтому не он не упустит американском американской стороны там тоже у нас нашей стороны люди как очень хорошо знают tilo американские люди люди которые знают не хуже из понимаешь подобрали в комиссию людей вот для которых это дело чести лично, они со вкусом это делают, не как чиновники, душу вкладывают. Поэтому основное направление – это персональные санкции. Мы говорили много раз, можно повториться, их не так просто накладывают, но их накладывают, потому что там частная собственность, ля-ля-ля, запад, свои законы. Но, тем не менее, мы продавливаем, и там попытки обхода санкций. Ну и понятно, что главное – это газовая эмбарго. Ну и Саудовский Арабий же бросило сейчас на рынок рекордное количество нефти в эти двое суток. То есть тут много чего происходит, интересно, разово. Но позавчера был отчет этой комиссии 2-2 или 3 дня назад, они отчитались, там можно, можно почитать, в том числе на телеграме, на телеграм-канале Андрей Ермака, он очень правильно все это описывает. Вот и здесь как бы все идет по плану. Все идет по плану. Ну что же, почти 35 минут мы в эфире, 441 тысяча, у нас завтра особый праздничный эфир, будет в 22 часа это раз, так сказать, особый эфир, собирайтесь завтра с Алексеем Аристоевичем, мы проведем очередной эфир, но он будет особенный. И у нас есть небольшой сюрприз, он тоже будет, но мы его еще да согласуем, утром объявим, как этот сюрприз, и когда появится на канале Феген Лайф. Завершая тему санкций, я хочу объявить о новости, очень важные новости. Значит, всем известно про, значит, известного перца по фамилии Шарей из Испании. Так вот, я хочу, чтобы ему передали, вот сейчас мы показываем первый документ, против него буквально на днях возобновлено уголовное дело по статье 156 Криминального кодекса Украины о, ну вообще, если коротко, это о расследовании несовершеннолетних, а о педофилии. Вот, активно идет расследование национальной полиции Украины, соответственно, оболонским управлением полиции. Вот, это дело возбуждено, вот перед вами документ, который направлен мне об этом деле. Я напомню, с 17-го года идут эти перипетии, сейчас поясним, почему и как, куда все идет. И вот это вытех. Ну, те, кто знает, это выписка из Единого реестра досудовых расследований, в котором уже помечено, значит, Шарей, уголовное дело против него по педофилии. Вот, и, соответственно, указание номер, все это есть от 29.07.2022 года. Ну, я вам хочу сказать, что действительно долгое время его терпели-терпели, значит, с 17-го года это дело возбуждалось, но, как вы понимаете, есть основания думать, что некоторые попавшиеся в руки правоохранительных органов лица, там, начиная от Медведчука до членов его партии, но, видимо, мы не знаем тайны следствия, но, видимо, начали колоться и что-то рассказывать. Я всегда утверждал, что, так сказать, и в системе органов правоохранительных, правоохранительных и спецслужб есть больше информации, чем они говорят. Соответственно, теперь мы ждем от Абалонского НП, ну, естественно, от оперативных служб, что все-таки это дело будет, наконец, уже, дай-то бог, доведено до конца, потому что ответить на вопрос об обвинении, о дальнейшем, так сказать, дорасследовании, дело о доставлении Шария, его экстрадиции из Испании и допросе его, это уже насущная необходимость, больше тянуть с этим нельзя. И я, пользуясь случаем, прошу всех, кто нас сейчас смотрит, обязательно, я знаю, что есть эти данные, есть эти сведения, по возможности в Абалонский НП направляйте, ну, в крайнем случае, мне все материалы такого рода, дело возбуждено, там есть сроки по предъявлению обвинения, так что будем ждать следующего шага со стороны правоохранительных органов, ну, в общем, и там еще будут сюрпризы, жизнь его теперь, она не сильно изменится. Ну, и, конечно, надеюсь, что по итогам этого расследования можно уже будет окончательно говорить, кто он есть, чтобы уже на законных основаниях называть его педофилом. Подождем. Вот. Последнее, что я хотел сообщить, последняя буквально новость, это работает сайт англоязычный наших эфиров с Алексеем Арестовичем, они каждый день выходят, насколько я понимаю, там 100 эфиров, посмотрите, это не сайт, это канал, ведет его какой-то доброход. Да, есть самоотверженный человек в Америке, который быстро нас переводит и сразу выставляет. Да, да, вот нам очень важно, смотрите, ну, у него небольшой канал, там всего 1000 подписчиков, просмотры, ну, понятно, на английском языке, могут смотреть только носители, в принципе, смотреть тем, кто знает русский язык, нет смысла, но нам важно, если у вас есть друзья, вот у всех моих подписчиков, которые англоязычные друзья, журналисты, еще кто-то, пусть они заходят на этот канал, потому что это всегда было такое обращенное к нам требование, а что же вы, вот английские субтитры, а это лучше еще, там закадровые игры. Там синхронный перевод, да, закадровый, очень качественный. Да, вперед это мощнее даже, то есть не надо напрягаться, читать, а просто включил и слушаешь, что говорят Фея Геннадий Арестович. Поэтому вы, пожалуйста, им, всем, кому можно, направляйте эти ссылки, мы в описании под этим видео поставим этот канал со ссылками, чтобы как бы все могли слушать и смотреть наши эфиры на английском языке. Ну что, спасибо тебе огромное, Алексей, завтра мы особенным образом тебя поблагодарим. Сегодня, как говорится, кромненько, до завтра надо дожить, что называется, поэтому я благодарю всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фея Геннадий Арестовича в описании к этому видео по его имени, проходите и подписывайтесь там. Ну что, Алексей, спасибо тебе огромное, до завтра. Костя, уважаемый зритель, до завтра. Спасибо.